Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про две амбры, которые у меня недавно появились. Одна из них от Нарцисса Родригеса. Это Нарцисса Родригес от Eau de Parfum Ambre. И вторая амбра от Hermès. В общем, вода чудес амбра. Так, мне пришлось немножко переместиться в другое место, потому что там ходит народ, как будто бы, знаете, как по проспекту. Ну, хотя вроде бы это лес и вроде бы такая, ну, не должно было быть здесь столько людей. Вот. Что касается вот этого амбрового кубика, то я с ним познакомилась... Ой, бабочки. Я с ним познакомилась, чисто случайно, вот с таких вот пробников, которые мне давали в Ривгоше с покупками ароматов Шанель. И на тот момент, кстати, самого еще аромата не было на полках Ривгош. Сейчас он уже появился у нас, по крайней мере, в Курске. Вот. И я бы, наверное, не стала бы к нему подходить вот так. Ну, может, подошла бы, естественно, как ко всем новинкам, но не в первую очередь не понеслась бы, потому что у меня есть видео про ароматы Нарцисса Родригеса. И вы можете посмотреть, что у меня было немало парфюмов от этого бренда. И, в общем, на данный момент у меня остался только флакон Фухё черный. Я не могу сказать, что это мой наилюбимейший аромат. Они все на мне сидят прекрасно. Но для меня... Они комплиментарные, если уж там кого интересует этот момент. Но для меня они просто были достаточно агрессивные. То есть вот этот мускус я... Или что-то там... Особенно в кубиках... Да и не только в кубиках давящий. В общем, что-то такое. Еще плюс к мускусу какая-то такая древесно-стружечная очень такая яркая нота, кисловатая. И, в общем, у меня начинала от них болеть голова. У меня был из кубиков пудровый, потому что поначалу он мне показался наиболее таким мягким. И мне казалось, что там практически нет вот этого такого свербящего оттенка. Но в итоге я и в нем разочаровалась. Да, он был носибельнее для меня, чем белый. Но что-то вот было не то. Как-то, как говорится, не тянулась рука. У него немножко такой холодный подтон у этого кубика. Хотя вот он вроде бы про уходовую косметику, да, что-то такое. Но, тем не менее, вот как-то не шел он мне. Но он красивый. Я ничего не хочу сказать. И вот когда я попробовала вот этот кубик, то я поняла, что да, это ярко вначале. То есть я услышала такое сочетание ярких южных тропических цветов. И меня сразу же отнесло, вот, унесло в сторону. Я хочу еще раз подчеркнуть. Просто в сторону солнечной орхидеи Тома Форда. То есть, конечно же, там немного другое сочетание цветов. Но вот это сочетание наподобие. Но солнечная орхидея Тома Форда – это гораздо более такой сложный, сочиненный аромат. Там столько всего намешано. И он, конечно же, очень громкий. Вот он реально громкий. Когда пишут об этом аромате, что это оружие массового поражения, мне кажется, люди заблуждаются. Понюхав этот парфюм буквально две минуты, может быть, кого-то это оглушило, они бросили блотер и побежали дальше. То есть, во-первых, на кожу. Во-вторых, он расходится очень мягко, вот этот аромат, и нежно. Солнечная орхидея – это просто, ну, это Том Форда. То есть это будет заметно и громко. И учитывая то, какие там цветы использованы, там использована тубероза, там, в общем, еще что-то такое мощное, яркое. Но вот само сочетание смахивает, смахивает. И солнечную орхидею еще сравнивали с терракотой Герлен. А там есть Тиаре, а здесь есть Франджипани и Иланг-Иланг. И, вернее, в терракоте есть еще и также тубероза. И вот мне кажется, что вот этот аромат выгодно отличает то, что даже если здесь и кто-то чувствует туберозу, можно ее, возможно, как-то так вот почувствовать. Но на самом деле нет. Вот мне не мешает белоцветочная часть, которая здесь указана все-таки в пирамиде, потому что говорят, что там, помимо Франджипани и Иланга, есть некие какие-то белые цветы. Вот, возможно, они немножечко в сторону туберозки попахивают. Но в основном вот это сочетание гораздо более мягкое. То есть это Франджипани и Иланг, и это похоже. Вроде бы как похоже на то, что я назвала, но это все-таки не то. Это намного мягче, намного приятнее лично для меня, потому что ни терракоту, ни солнечную орхидею носить не могу. Еще сравнивали с поэмой Илангком. То же самое, там тоже яркая тубероза, но я понимаю всех тех, кто сравнивает с этими ароматами, то, что мы все слышим немножечко по-разному. Но это тоже очень, это too much. Вот поэма, это все. А вот это ложится мягко, сразу же, как и со сливочным таким вот оттенком. И это немножечко может давать такой реверанс в сторону белого кубика, вот именно сливочностью. И есть некая такая пудровость вот этих вот мягких, мягкого южного сочетания цветов. И вот эта пудровость относит к пудровому кубику, но она опять же намного мягче, чем в пудровом. Мускус здесь мягкий, а лесопилки нет вообще. То есть через пару часов аромат на мне сидит такой ванильно-припудренной дымкой с легким оттенком вот этих вот же франжепани. Ну, в общем, вот этих вот цветочков, таких вот похожих на тех, которые добавляют в крема для, там, в косметику для пляжа, да, вот что-то такое. Но при всем при этом этот аромат вполне себе осенью органично смотрится, потому что он достаточно плотный и согревающий, потому что недаром все-таки он амбре, и я все думала, ну где же здесь амбра? Потому что вот так, чтобы прямо явно чувствовать амбру, я бы не могла, не могу сказать, по крайней мере, у меня есть гораздо более амбровый аромат, который я следующий сейчас покажу. Но вот общее вот это ощущение мягкости, теплоты, которое дает амбра, вот мне кажется, она вот именно таким способом работает вот в этом аромате. То есть аромат классно вот сейчас носить осенью. Кстати, он здорово, его можно носить на работу совершенно спокойно, потому что пока вначале он дает такое бодрое ощущение, а пока вы доберетесь до работы, то он уже сядет таким легким мягким облаком. Кто-то мне писал, что совсем не чувствует этот аромат, но мне кажется, это когда человек все-таки сидит на более тяжелых парфюмах и нос немножечко как бы перестраивается, не воспринимает более нежные парфюмы. Но это не говорит о том, что вот он реально нестойкий. Он стойкий, просто он нежный и мягкий. И по настроению, несмотря на то, что вроде бы такие летние цветы, он здорово вписывается в осеннее настроение. Кстати, вот это его цвет такой оранжеватый, как вот осенние листья. Хотя он был выпущен к лету, но тем не менее. Он, знаете, как вот улыбка солнца на пасмурном сером осеннем небе. То есть он хорошо вписывается вот в эту всю осеннюю картину. Вот. Еще один аромат с амбры – это «Вода чудес» от Hermes. В общем, вот такой у него замечательный флакончик со звездочками. Вот. Я его покупала вслепую. Я вообще не знала, как он пахнет, но я прекрасно знала, как пахнет «Вода чудес» оригинальная, самая первая, и эликсир, который вообще был у меня. Ну, в общем, к слову говоря, из вот тех вот чудес, которые мне известны, наверное, амбра для меня самая носибельная. Я еще раз подойду к классической «Воде чудес», но мне всегда мешала там достаточно тоже вот эта вот древесная такая, явная древесность, а я не люблю вот это в ароматах, вот когда это все так явственно. И поэтому, ну, как-то я сомневалась. Я купила тогда себе эликсир. Мне казалось, что он слаще и женственнее, но я ошиблась, потому что эликсир – это очень унисексовый аромат. И там вот этот бальзам или смола «Элеми». Вот это «Элеми». Теперь вот после эликсира, если я вижу где-то в пирамиде «Элеми» у других ароматов, я очень осторожно отношусь к этим парфюмам, потому что, ну, мне кажется, вот именно вот я почитала просто, чем это может пахнуть, и я поняла, что да, скорее всего, это именно он дает, или она дает вот такой вот акцент специфический, какую-то отталкивающую сладковатость, которая вот все, я не могла носить этот аромат. Кстати, и эликсир, и амбру чудес создал Жан-Клод Элина, но вот амбру я считаю как-то лично для меня более удачной и носибельной вариацией воды чудес. А первую воду чудес создал вообще там два парфюмера, в общем, совершенно другие были парфюмеры. Если еще вот так продолжить, то вот эти вот новинку ломбре, которую сделала Кристина Нажель, я не пробовала, у нас ее нет, а голубая, blue, по-моему, ну, так, приятненько, но не мое. Вот. И вот эта амбра чудес, в общем, покупалась по отзывам, я почитала, что это самая лучшая в мире амбра, что она такая мягкая и недавящая, и это было основным моментом, который вот послужил, ну, вернее, который меня потолкнул к покупке вслепую. Я пошла еще в Литуаль и попробовала аромат, который указывают в связи вот с этой амброй на фрагрантике как наиболее похожий. Это амбра империал от Ван Клифф энд Арпелс, которую сделал Квинтин Биш. В общем, когда я брызнула вот эту амбру империал, я расстроилась, потому что аромат мне не понравился. Я чувствовала очень сильно отголоски не столь любимого мной эликсира. Вот эти лепесинки специфические, и они совсем не жизнерадостные. Я не знаю, почему его называют, вот этот эликсир и эту амбру, вернее, ну, амбру империал, что это вот там рождественские ароматы. Да, оно пахнет вот этими апельсинами, с одной стороны, но с другой, это нерадостные ароматы. У них настроение даже какое-то немножечко... Мне вот они как-то даже портят настроение. И однозначно унисекс. То есть это хорошо на каком-нибудь, вот таком, знаете, вот прямо мужчине, и причем немолодом. Вот такое у меня ощущение от этих двух ароматов, и от эликсира, от этого. И я уже расстроилась, я ждала, что ну все, купила непонятно что. Но все-таки я не соглашусь с теми, кто сравнивает эти ароматы, говорит, что они прям очень сильно похожи. Вроде бы и да, но и нет. Потому что если амбра империал на моей коже вот так очень-очень долго висит вот этим первоначальным апельсиново, наверное, даже древесным таким вот оттенком, и просто в ней нет вот этой противной, сладкой какой-то вот этой ноты, которая есть в эликсире, в воде чудес эликсир, то и амбра появляется очень-очень в конце, и вот тогда мне только аромат понравился. То вот здесь амбра проступает достаточно быстро. Я сейчас его себе нанесу. Вот при первоначальном нанесении чувствуются апельсины, но не свежие и сочные, а немножечко вот как будто бы это запах как вот припудренных апельсиновых цукатов. То есть вот такой вот аромат, да что ж такое, лень, пчелы летят. В общем, брызнула амбру, да, и он сладкий. И мне кажется, он не такой рисковатый, как та же самая амбра империал. В общем, больше я не буду сравнивать с этим ароматом, просто буду рассказывать про вот эту амбру. И буквально сразу же чувствуется такая мягкая, пушистая амбра, в ней немножечко даже есть оттенок такой вот сливочный, как будто бы. И действительно аромат не тяжелый, а воздушный. Я, то есть особо каких-то вот рассказывать каких-то супер впечатлений, говорить, что о, это самое лучшее в мире амбра, я бы не стала, потому что, ну, я не такой уж любитель великий амбр. И я знаю, мне уже написали, есть амбра эмбер, вот этот вот прада. Есть там еще какая-то амбра и все такое прочее. Но мне и нужен был аромат, вот просто для жизни. То есть, чтобы это было красиво, носибельно, чтобы меня ничего не напрягало. Потому что бывают, может быть, более и выразительные, и яркие, и чище звучащие именно вот амбровым аккордом парфюма. Но я, по-моему, пробовала амбру и от прада. И что-то я не помню, чтобы меня как-то сильно это впечатлило. В общем, так скажем, что если бы я не тестила этот парфюм, вернее, если бы я тестила этот парфюм, то не знаю, купила бы я его или нет. Но я не разочарована. По крайней мере, носить можно. Что касается стойкости. Кому-то не хватает вот этой стойкости, что через пару часов он уже рассыпался окончательно, и легкой вот этой вот дымкой сидит. Мне это нормально. Потому что он сидит воздушным таким облачком, именно амбровым, с легкой, такой цитрусовой сладкой апельсинкой подернутой. И, в общем-то, и все. И это мило. Вот он такой как пушистый, пушистый свитерок. Я не назову его праздничным. Он просто уютный. Тоже осенью, я думаю, замечательно. То есть это не тот парфюм, который вот только там на Рождество или что-то такое. И осенью можно носить вот сейчас классно. Вообще, мне кажется, амбровые ароматы. И осень – это очень такие совместимые вещи. Я знаю, что у этого парфюма есть лимитка 2014 года. Там, конечно, потрясающий флакон. Он еще интереснее сделан. И я читала, что там еще якобы более женственная версия. Что-то там добавлено кофе и так далее. Не знаю. В общем-то, этот аромат я купила вслепую и очень недорого. А вот та лимитка стоит уже дорого. Потому что, ну, это лимитка, и уже там остатки какие-то распродаются. И, соответственно, рисковать я вот так не стала. Но вот если бы по случаю у меня вдруг оказался этот парфюм, это было бы, конечно, классно. Потому что в целом мне вот этот аромат мне нравится. Ну, в общем, я надеюсь, что было интересно. Кстати, вот в прошлом году я здесь снимала ролик про осенние ароматы. Посмотрите, даже не покосили траву в этом году. Потому что, не знаю, из-за пандемии, что ли. В общем, вот так. Пишите комментарии, оставляйте, что вы думаете, что вы вообще любите ли вы эти парфюмы. Вот какие у вас любимые амбровые ароматы. Тут вот можно на пеньке посидеть после. Конечно, уже такая осенняя вода. Немножко, не немножко, но такая затянутая резкой.